Два месяца спустя. Что, куда и почему я пропал. Здарова! В общем, идею видеоролика подсыпала как-то само и я даже не задумывался о создании UGS. Да, сегодня мы вместе с вами постараемся разобраться, что такое UGS, как его создать и опубликовать, а также о всех подводных камнях, связанных с разработкой UGS. О самом крупном розыгрыше на канале, где ты прямо сейчас можешь купить мой UGS и что тебе за это будет. А прежде чем вы начнёте просмотр, я на вас кладу такую обязанность, как раньше это делал Никас, а именно подписаться на лайки и поставить канал. А далее по своему усмотрению вы можете написать совершенно любые комментарии. Ведь заперты в подвале Никас прочитают их все, но из-за плохого интернет-провайдера ответят лишь на избранное, лол. А про баги с сердечками под хорошими комментами я вам точно рассказывать не буду. Проверяйте сами. Погнали! На самом деле прошло уже довольно много времени с последнего видеоролика. Вроде около двух месяцев. Ну а с момента сегодняшней идеи уже больше месяца. Но всё это не просто так, и плакать в видеоролике тоже бы как-то сильно не хочется. Я думаю вы сможете мне просить окончание четвёртого курса, где абсолютно все силы брошены на дипломную работу. Ну и также последний пост на сервере говорит о том, что кто-то готовится к экзамену в ГАИ на категорию А. Поэтому ребята, не расстраиваемся, я постараюсь выложить ещё хотя бы один видеоролик после своего дня рождения. Кстати, насчёт него. По примерным подсчётам этот видеоролик должен выйти как раз в мой ДР. И сразу после этого по ссылке в описании вы сможете перейти на мой стрим, который состоится в 18.00 по МСК. Да, мне уже 20. Всё ещё началось 7 марта, когда я полностью был посвящён проекту, связанным с Джелбрейком. Тогда мне в дискорде написал участник с ником Lil5 о своей инициативе создать для меня UGC. Но так как Никас считает себя превыше всего и игнорировал абсолютно всех, то он предпочёл проигнорировать и это сообщение. Далее оказалось, что этот пользователь знаком с нашим модератором Монеточка, многие наверное его знают, который меня в очередной раз спросил про создание UGS. Тогда, соответственно, Никас решил более подробно в этом разобраться. И в итоге после всех уговоров попробовать опубликовать свою UGS, Никас смог выйти на связь только 9 марта. Когда уже сам участник попытался создать аксессуар на плечо, использовав мой обычный аватар. Причём он даже был готов полностью оплатить все расходы за создание и публикацию аксессуара. Но если бы я тупо согласился на этот довольно заманчивый план, то Никас был бы не Никас, не попробовав создать аксессуар сам. Почти с чистого листа. Ну и добивает всё это полное незнание, что такое UGS. Как должна выглядеть текстура, какое ограничение по полигонам и каким образом мне вообще создать UGS. Всё началось с поисков на ютубе волшебной палочки-выручалочки с названием «Всё о UGS». На самом деле нет, я пошутил. Первым делом я пошёл шерстить форумы и креаторс хабы Роблокса о том, что такое UGS. Где было очень много непонятных буковок, но буквально уделив всему этому минут 10 и полному непониманию. Я всё же решил спросить, сколько будет стоить, как, куда и кема будет загружен мой UGS. На что я получил ответ, что стоимость загрузки аксессуара будет стоить одну тысячу рублей. И айплойднется в мою группу в Роблокс. Также были приложены довольно достоверные фотографии участника, который должен будет загрузить мой аксессуар. Угу. Ага. Скорее всего именно поэтому он находится в бане. И для загрузки нужно будет подождать 7 дней. Также у знакомых я смог уточнить максимальное количество треугольников для одной UGS модели, что составило 4000 треугольников. Первые попытки начались с поиска необходимого донора, то есть Мэша, который бы примерно показал мне, как должен выглядеть аксессуар на плече. Из-за обилия количества разных готовых бандлов для создания, или же можно было взять сразу бандл от Роблокса, как это сделал Лил, мне пришлось более детально погрузиться в фирменность и эксклюзивность созданного бандла. Поэтому с учетом долгого поиска информации, выбор пал на уже готовую фигурку разработчика Джелбрейк. Асима. Как бы сейчас это странно не прозвучало, но это действительно самое случайное совпадение с разработчиками Джелбрейка. Тем более плюш Асима на плечо был загружен стримером Крикрафтом, а разработан девочкой с ником Спектакуал. Скорее всего он мне понравился из-за более приближенного стиля к Роблокс, а именно блоксе Аватары. Далее я с помощью плагина просто скачал исходный файл готового Мэша с текстуркой и благополучно загрузил его в Блендер, где уже с помощью очень полезных инструментов смог из обычной модельки Асима переделать модельку в обычного Никаса, даже с рожками. А всего-то понадобилось зайти в Роблокс Студию, экспортировать свой Аватар, импортировать его в Блендер, убрать треангуляцию моделей, разобрать модель на отдельные компоненты, то есть аксессуары, и прикрепить их к вполне готовому бандлу, а также значительно уменьшить количество треугольников, исходя из заявленных рамок в 4000. На сия процесс я потратил что-то около часа. Но чтобы хоть как-то понять, как была сделана текстурка на модельку Асима, пришлось открыть тот самый злополучный UV-эдитер, где показывается уже сама UV-развертка, которую я, кстати, специально не хотел трогать в прошлом видеоролике. Но опять же, исходя из форума Роблокса, создание UGS без текстурки будет похоже на что-то вроде этого. Поэтому без лишних запар нужно просто заново вспоминать, что такое UV-развертка. Так как геометрии во мне осталось ровно ноль, для более понятного вам принципа, давайте представим себе любую конфету, но в упаковке. В нашем случае это будет пустой серый куб. А у куба, в свою очередь, есть свои 4 стороны. Одна вершина и одна низина. Из этого складывается, что у куба уже 6 полигонов. То есть 6 квадратов. Но как же наша конфета может быть упакована в пышку с красивым рисунком, но в 3D пространстве? Ведь зачастую все рисунки рисуются в 2D пространстве. Все это вытекает в надобность натянуть 2D изображение на 3D модель. Серый пустой куб. Слышите сюда, глаз на жопу натяну и моргать заставлю. Нет, в нашем случае не сработает. И если вы впервые такое слышите, то это может звучать действительно страшно. Но страшного в этом ничего нет. А все благодаря UV-развертке, которая помогает переделать наш куб из 3D в 2D пространство, методом наложения швов на модель и путем преобразования 3D куба в уже несколько обычных 2D квадратиков, сложенных на минном поле UV-карты, с помощью которой потом и будут нанесены рисунки на 3D куб. Моей цели не было научить вас делать крутой анвраппинг с последующим текстурированием модели. Мне нужно было просто и быстро понятным языком дать хотя бы капельку информации того, что я сейчас буду делать. Когда основные этапы по текстурированию и запеканию подошли к концу, на выходе я получил уже более похожую на мой скин модельку моего персонажа, где я постарался ставить все главные и неотъемлемые части своего гнезда на голове. Хотелось бы еще отдельно рассказать, что помимо моей модельки и меня, в создании UGS было задействовано около 3-х или 4-х участников, которые одновременно со мной тоже пытались создать копию моего персонажа. Увы, большинство работ потерялось в бесконечном просторе Дискорда, так как то ли сервер удалился, то ли я сервера ливнул, забыл в общем. Осталась только одна работа от того самого LIL-5, которую я вам показывал ранее. В тот день, когда я создавал свою модельку, к вечеру мне нужно было зайти в голосовой чат, чтобы обсудить более детально все накопившиеся вопросы, о которых мы с вами поговорили недавно. Я не знаю, как это произошло, но те 7 дней, о которых мне говорил LIL-5, их не было. И все сроки сдвинулись как раз на 9 марта. Видимо, айплойдер, который должен был загрузить мне UGS, смог разрулить все свои проблемы с баном, и уже к вечеру 9 марта мы собрались в голосовом чате, чтобы загрузить мой UGS на простор Роблокс-моркетплейса. Но, как выяснилось дальше, не все так просто. На моем персонаже есть много различных видов одежды от фирмы Ванс. Это не реклама. Но я действительно тащусь от этого бренда одежды, как в реале, так и в виртуальном мире. Как сильно бы я не любил эту компанию, но прав на использование фургонов на моей шапке и рюкзаке они выдавать не хотели, хотя я и не просил. Но мне бы хотелось. Пришлось прибегнуть к удалению всех логотипов на моем мини-персонаже, дабы избежать наложения авторского права на модель и очередного бана Айплойдера и группы в Роблоксе. Я удалил логотип АВАНС на шапке и на рюкзаке, кстати, написал свой ник. А также удалил логотип Ready Player Two с наушниках. В тот день, когда я создавал свою модельку, укомплектовал три файла с разрешениями PNG, OBJ, RPXM и отправил Айплодеру. Почитав ещё буквально несколько минут хапа публикации своего UGS на маркетплейсе, я столкнулся с небольшой проблемой. Для возможности продавать свои аксессуары на маркетплейсе, Роблокса нужно было отформить подписку на Роблокс Премиум. Да не абы какой, а минимум на одну тысячу робуксов. Причём в правилах даже указаны виды подписок. Ко всему этому я теперь имею подтверждённый аккаунт Роблокса, который принципиально не хотел подтверждать. Но из-за невозможности выставить предмет на маркетплейс, мне пришлось подтвердить свою учётную запись. Теперь покупаю премиум на одну тысячу робуксов, как это указано в правилах. Написал нескольким продавцам, но так как время было уже около 12 часов ночи, и все продавцы видели Десятый Сон, меня угораздило связаться с китайским продавцом премиумов в Роблоксе, что на мой взгляд даже звучит интригующе. Ну и в итоге пришлось объяснять продавцу, как отличить имя пользователя от почты, и рассказывать, как удалить пробелы в пароле. Дядя Петя, ты дурак? В принципе, кто ищет себе развлечения на 30 минут, продавца рекомендую. С горем пополам и, видимо, азбукой Морза он всё-таки смог купить на мой аккаунт премиум, и в подарок мне дали целую тысячу робуксов. Стоимость мне встала в 1024 рубля. Ну вот и настал тот момент, к чему мы стремились целый видеоролик, где даже смогли пообщаться с китайцем на отведённые темы. Самым интересным стал тот момент, что написание этого сценария происходит уже в день выхода самого видеоролика, а он ещё даже не озвучен и не смонтирован ни капельки. Посмотрим, справится ли Ника с целью успеть выложить видеоролик за планированный день. Ну а пока выставляем цену UGS, проверяем описание и публикуем. Стоимость публикации вышла в 1000 робуксов, и на данном этапе меня смутил вопрос, а не кинули ли меня на 1000 рублей, которые я заплатил за публикацию UGS? Ну, с учётом того, что я занимаюсь этим впервые, да и это было целых 2 месяца назад, с предложениями, чтобы вместо меня публиковали UGS другие участники через мою группу, думаю, можно и простить. Виноват сам. А так, огромное спасибо участникам, которых вы видите на экране, за помощь в загрузке UGS и саму идею. По приколу, тоже куплю самый красивый аксессуар в Роблоксе, который стоит всего 100 робуксов. Сколько? Всего 100 робуксов. Да ты жёг! Прямо в самом начале видеоролика я сказал о самом крупном розыгрыше на канале, ну и соответственно он будет связан с моим аксессуаром. Прежде чем рассказывать про сути условия розыгрыша, хотелось бы сказать, что изначально UGS вообще ни капельки не предназначался для розыгрыша, и уж точно такого. Поэтому, чтобы отблагодарить вас за приобретение мягкой игрушки Никаса, я придумал розыгрыш на ограниченный срок. Плоть до сегодняшнего дня я избегал посещения публичных серверов с русскоязычной аудиторией, но розыгрыш перевернул этот день, и теперь я буду специально играть на русскоязычных серверах. А теперь условия розыгрыша. Каждый игрок, купивший и одевший мой UGS, автоматически становится участником розыгрыша. Призом будет являться сезонный пропуск. Но было бы странно называть этот розыгрыш самым масштабным на канале, разыграв всего один сезонный пропуск. Поэтому вторым главным условием будет попасться мне на сервере и написать кодовое слово, допустим, попался. И тогда я буду вынужден подарить тебе сезонный пропуск. Их количество не ограничено, но подробности никто не отменял. Теперь давайте обсудим как раз таки все подробности, о которых стоит знать заранее. Розыгрыш начнется только с 16 мая 2024 года и закончится 16 июля 2024 года. То есть получается у вас будет ровно 2 месяца, чтобы словить меня в игре. И написать кодовое слово. Что касается передачи своего пропуска другим участникам. Если у вас уже есть сезонный пропуск и вы встретили меня в игре, также с учетом, что у вас экипирован мой УГС, то я не смогу передать пропуск кому-либо другому. Ну и также участники, которые уже получили сезонный пропуск от меня, не могут заново принять участие в самом розыгрыше. Огромное спасибо, что досмотрели видеоролик до самого конца. Желаю огромнейшей удачи победить каждому участнику, который примет участие. Ну или же выражаю огромную благодарность за поддержку данной идеи. Каждый раз видеоролик заканчивается одним и тем же. Ну а пускай бубню, которую вы услышите сегодня на стриме. Пока-пока! Я в лифт улетел и в граунд уехал! Ты видел это вообще? Нет. Что?